Ну что, друзья, всем привет! Рад видеть вас на своем новом видео, в котором мы поговорим об одной теме, которая будет держать вас на последующие 30 календарных дней. В самом начале поставь лайк, подпишись на канал и мы начинаем. Итак, скоро грядет Новый год, а именно сегодня у нас 3 декабря и ровно через 28 дней наступает Новый 2022 год. И это значит, друзья, лишь одно, что самое время начинать реализовывать наши планы, задачи, цели. У кого-то есть, если мечты в жизни. И специально для этого месяца, специально для этого Нового года я разработал таблицу, чтобы было проще и удобнее двигаться и достигать к нашим целям. Давайте покажу, друзья, как она выглядит. У нас есть 3 способа, как мы будем работать с этой таблицей. Все очень просто. Нам понадобится тетрадь, либо же что-то, что заменит нам план на день, на следующие 28 дней. Нам понадобятся наши выписанные цели хоть где. Хоть в телефоне, но желательно на формате А3, А4, неважно, на листке. У меня они выписаны, они у меня есть. И расписать также 30 календарных дней. Пусть будет на 28, мы распишем 30, потому что эта таблица должна была выйти 1 декабря, но у меня другие съемки помешали этому, я не успел. Поэтому расписываем также на 30. И у нас есть 3 метода работы. Объясняю. Теперь, как мы будем работать. Начинаем мы с сегодняшнего дня, не откладывая, расписываем цели, вешаем их себе на стену, хоть куда, чтобы они были видны нам. Это 30 календарных дней. Это наши цели и наш план на день. Во-первых, если мы начинаем это делать сегодня, мы сразу же повешали наши 30 календарных дней или положили их в удобное куда-нибудь место, чтобы мы их видели, запомнили наши цели, также их положили или повесили в новинное наше место и приготовили нашу тетрадь. Если это видео выходит под вечер, ты его смотришь под вечер, начинай прямо сейчас. Не важно. Выходит оно ночью, начинай ночью. Выходит утром, офигенно. Начинай утром. Раньше я расписывал этот план на день совсем иначе. У меня был план на день, число и фокус на главном. Сейчас же, как мы делаем, как мы расписываем? Мы пишем число, затем пишем план на день и после этого фокус на цели. Либо же, как будет удобнее вам, но главное, чтобы ты понимал, когда ты открываешь ту тетрадь, ты понимаешь, что фокус на цели, окей, нельзя отвлекаться ни на что другое, у меня есть цели. Выписываешь сюда задачи. Задачи, планы к этой цели на день. У кого-то может быть 50 целей, самых важных. Ты их выписываешь, и не важно, ты пишешь 30 календарных дней. И каждый день одна цель, две, три, как ты хочешь. Дальше. Мы записываем в наш план на день наши задачи достижению этой цели или этих целей. Все просто. Все, друзья, слишком просто. Давайте покажу вам, как я делал раньше. Я писал, допустим, план на день, число, держим фокус на важном. И писал, что мне действительно важно здесь. Это трение, это выписать все цели на месяц для таблицы, это работа, это больница, разобраться с военкоматом, это текст трека, это дроп видоса, это сделать таблицу, это чтение, это план на завтра. И все в этом духе. Я выписывал, что было действительно для меня важно. Так же мы делаем с нашими целями. Давайте на примере объясню. Допустим, у меня есть цель это заработать 30 тысяч, куда я сейчас уезжаю, это помочь опять в лагере, где мы были с Аней. Уезжаю я на 23 недели. Моя цель заработать 30 тысяч до нового года. Для чего мне эти 30 тысяч? Для того, чтобы отложить их, после нового года заработать еще, привести свой денежный поток к определенной сумме, чтобы уехать в Беларусь, покорять там дальше. Все просто. Это моя цель. Заработать в лагере 30 тысяч рублей. Я пишу. Окей. Можно выписать где-то на другом листочке, чтобы расписывать все более масштабно. Заработать 30 тысяч рублей. Окей. Я работаю 22 дня. Что мне нужно для этого? Что нужно для этого? Работать. Работать, работать, работать. Все. Допустим, у нас есть помеха. Как у меня есть. Мне нужно 6 числа идти к терапевту в больницу. Но 6 числа я уже буду в лагере. Это за городом. Это помеха, как вы понимаете. Если я поеду к терапевту, я не заработаю 30 тысяч. Что для меня важнее? Терапевт, военкомат. Это одно и то же. Либо же моя главная цель заработать 30 тысяч рублей. Есть ли у меня цель поехать в военкомат к терапевту, пройти его? Мы не видим. У меня ее нет. Но у меня есть цель заработать 30 тысяч рублей. Я держу фокус на ней, и я шлю все задницу с терапевтом, и я еду в лагерь. Также у нас есть, допустим, какие-то помехи. Приведем еще один пример. У меня все цели выписаны так, что они у меня будут реализовываться в моем месте, где я буду находиться. То бишь в лагере. Это работа над идеей 2022 отжимания. Это контент, вызовы, челленджи в лагере сниматься, чтобы не терять напрасно время. Это тренировки на YouTube, слэш Instagram. Это видео после марафона. Это контент на YouTube с лагеря. Это прочитать до конца книгу. И все в этом духе. Также вы, друзья, выписывайте ваши цели. Пусть их будет 100. Мы также выписываем 30 календарных дней. И начинаем с первого дня. Допустим, это видео выходит 4-го, либо 5-го. Мы все равно начинаем с первого дня. Неважно. Будем заканчивать после нового года. Фиг с ним. Закончим после нового года. И еще важно. Если мы не выполнили нашу поставленную цель на дню, то ничего страшного. Вторая поставленная цель на втором дне у нас их будет уже 2. То есть нам надо потрудиться еще усерднее, чтобы реализовать даже уже 2 цели. Будет ли это мотивацией или дизмотивацией решать тебе? Поэтому вот такая таблица у нас получилась. Обязательно оставь в комментариях свое мнение по этому поводу. И либо что я забыл дополнить, или что еще было интересно увидеть. Я обязательно прочитаю. И если что-то не дополнил, дополню. Надеюсь, все объяснил в лучшем виде. Так как делаю это впервые. И надеюсь, убираю. Я верю, что эта таблица поможет многим. Ибо она выглядит слишком уверенно. Если вам зашел этот метод по таблице с целями, чтобы тебе было удобнее и проще реализовать свои цели, планы, задачи до конца нового года, обязательно оставь лайк, поделись в комментариях своим мнением. И не забудь подписаться на канал. Это будет огромной поддержкой для меня. Ну и желаю тебе выполнить все свои поставленные задачи без исключения в кратчайшие сроки. Потому что Новый год это уже новые цели, новые планы, новые возможности. И это твой новый путь взросления. Потому что 2022 год это год экстра технологий, экстра всего нового, где ты можешь реализовать свой потенциал. Поэтому не сдавай назад. Попробуй поработать по этой таблице. Я уверен, что она поможет тебе. Поможет тебе. Ибо все четко и ясно. Я порабатывал эту таблицу на протяжении недели. Даже может быть больше. Чтобы поделиться ей с вами. Ну и увидимся с тобой в следующих видео. Для этого обязательно поставь колокольчик, дабы не пропустить мое новое видео. Поэтому сейчас немедля отрывай задницу от кровати, от дивана, от стула. И приступай к работе над целями и над задачами, дабы не упустить ни одного дня из своего запаса. Поэтому, бро, либо подруга, неважно, кто ты, увидимся с тобой в следующих видео. Ждать не долго. Погнали. Субтитры создавал DimaTorzok